Ну ладно, смотри, а кто стоит? Да, сейчас его братья. Ну, неважно, короче. Вот смотри, вот вверху стоит какая-то девушка, да, вот, персонаж. Это... Обведи, обведи, обведи. Вот. А, окей. Она жива? Да, она жива. Я, короче, появляюсь в виде тумана, и, короче, в виде тумана прям заползаю и в чай. Куда? И оттуда... Ну, промежность. Я не знаю, тут, может, дети смотрят. Да, усполен. Хорошо. Подожди, подожди, подожди. Ты понимаешь, что проникать внутрь достаточно сложно. Место такое узкое, а тебе как-то даже туман сложновато. В виде тумана. Тебе все равно сложновато. Туман все еще достаточно густой, плотный. Тебе все еще сложновато пролезать, обходить все эти пространства, поэтому будь добр, бракин, пожалуйста. Вот это, блядь, непорочное зачатие, неожиданно ебать. Четыре. Четыре на ловкость? Там плюс, наверное, был у него какой-то, он же жабоч, у него плюс к ловкости должен быть. Ну ладно, в любом случае... У тебя, четыре, это как у рыцаря, поэтому смотри. Ну, там в любом случае плюс один, плюс два немного. Так что, к сожалению, ты пытаешься пробраться внутрь, но путаешь расстояние. В итоге ты выходишь через, соответственно... Через, соответственно, нос, допустим. А женщина, она странно... А как ты, подожди, связи нет между ООНа и носом. Ты анатомию знаешь, либо ты совсем ребенок. Ну, ты сам... Нельзя... Для того, чтобы я не... А ты проскочил. Ты слишком ловко. Пустил сюда. Как это проскочило из ООНа... Ну, это нереально. Если бы я, допустим, через задний проход... Ну, это как-то можно, типа, в нос попасть по кишине... Ну, через кишинь, и там все. А через ООНа не получится. Ты прошел через тело, это ж туман. Подожди. Нет, так... Ну, вот когда-нибудь это вот все. Тогда я могу просто через тело пройти в живот. Не, подожди. А как получается, во рту оказался? Да? Прям полностью весь туман? Да. Ну, и я резко привожу жабу, короче. Окей, хорошо. В момент выдыхания попробую снова прокинуть на ловкость. Пиздец, блядь. Два. Два. К сожалению, ты успеваешь преобразоваться в процессе, из-за чего женщина не разрывает, я так понимаю, твой план был в том, чтобы разорвать изнутри голову, но тебе не удается, и на последний... А что меня двадцать у вас касаю? Мне вопрос, сила самого не разорвет с головой этой, просто, если так подумать. Сила действия, темп противодействия должны быть равны. Проблема в том, что она разрывается уже не в голове, а выходя из носа. Поэтому у женщин палец вниз, резко хватаясь за свое лицо. У нее нету носа, вместо него кровавый обрубок. А ты появляешься в толпе. Следующими ходит, соответственно, женщина. Женщина не хочет в этом участке, просто отходит. Без носа. Нет, не женщина, без носа, вот эта женщина, да, которая косит туда нефиг. А Мак, теперь ходишь ты. Мак, твои действия. Я подхожу сзади к элементарии и бью его между ног. Зачем, блядь? Блядь. Он наш союзник. Кидай, кидай, соответственно. А смотри, у тебя цель, я так понимаю, атаковать по мошонке или просто когти? Я даже не уверен, что у него она есть, но да. Хорошо, прокидывай, соответственно, на урон. Там мошон еще и сюрприз, судя по смеху мастера. Какой-нибудь. 17. Итак, теперь бросай на урон. Пять. Пять. Он оборачивается с каменным лицом, еще более каменным, чем обычно, и говорит, правда, думал, что у меня есть мошонка. Что-то делает. Я, короче, в виде тумана к нему прям в очко залезю, заползаю в виде тумана. Это вообще возможно, залезть в очко кому-то в виде тумана? Конечно. В смысле, конечно. Они в щели заползают, можно, мне кажется, туда. Либо через глотку. Прокинь на ловкость. Давай, ладно. Прокинем. Туман-то, кстати, все равно видно, наверное, ребят, нет? Четыре. Видно. Ну, туман видно. Четыре. Итак, ты задерживаешься в прямой кишке. В прямой кишке? Ну, ладно, я тогда там буду тусить. Хорошо. Ай! Карашка, Анна! Я там превращаюсь в крысу внутри и начинаю. Хорошо. Что такое, говорит торговец. Живот прихватывал, болит пыльно. Не сейчас. Обождите пару минут. Мы сначала разберемся с этим шаглом. Слушай, а я могу еще раз попробовать превратиться в пальш? Ну, попробовать, ну, к легким, к сердцу подобраться. Как? Зачем, если можно прогрызть себе путь крысой? Ну, кстати, я полагаю, там очень токсичная среда внутри и крыса урон получает, ребят, я думаю, не? Если он будет грызть бесцельно, да, скорее всего. Давайте бросим. О, 20. Ладно, выжил. Я в это не верю, но ладно. 20-ка выпала, прист. Он 20-ку показывает. К сердцу я просто в сердце впиваюсь. Что ты быстро показываешь ход? Мужчин даже не успевает пчелкам почувствовать боль, как твои зубы уже прогрызли сердце. Он падает на землю. Я выпиваю его крошки внутри. Бля, мастер, это какой-то имбаланс вообще, честно говоря. Можно даже в боях не участвовать, убивать людей. Через очко. Я восстанавливаю свое хп. Я еще не считаю, в самый удобный момент я убьюсь у Крамара, обязательно, все без вопросов. Надо было его убить, когда из пушки стреляли, ну да ладно. А что, я мог в пар превратиться и все. Да вот я и говорю, имба какая-то, пиздец. Надо убить Шадова, короче. Да. Хорошо. Я, получается, на всю улицу, поднимаю меч над этим господином, ну вверх просто. Ну, значит, я говорю. Я паладин там Стасус Простус, объявляю этого благородного человека представителем от торговцев в Совете. Ах, котына, набросится на Нево все разом. А ну давайте, пидорасы, блядь, кто на меня всех, блядь, поубиваю, сука. Итак, мы снова вступаем в бой. Стоп, я не вступаю в бой, мы с Омегой стоим и смотрим на эту хуйню, честно говоря, я не понимаю, что произошло. Хорошо, на тебя набрасываются сразу двое, перед тем как начать бой, прокинь на силу, чтобы их прокинуть. Ну стой, ладно, давайте на всякий... Окей, я тогда... На всякий случай все же прокинем, да, чтобы получать очередность везапа. 17 плюс 5, 22. Ты вырубил одним резким ударом кулаком обоих, они лежат на кауте. А, чё, всё, достаем клэнкей, уничтожим его. И тут такой... Стоп, 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 прокинем, да, девятка на Алифа. И тут такой дым просачивается ему в задницу. 15 на Омегу. Ладно, я шучу, неохота. Блядь, дым в задницу, это уже пиздец какой-то. У меня, кстати, была такая идея, когда я вампира создавал нового мастера. Ну ладно, неважно. 4 плюс 2, инициатива. Всё, сдавайтесь, свиньи. Вы следующие. Ладно, сдаёмся, брат, только не бэй, говорит один из них. Да, не надо. Они поднимают руки. Псы подорные, говорит Сулеймана, тоже отбрасывает клинок. Ладно, всё, сдаёмся. Я беру. И со всей силой хуяю по лицу этого, ну, этому-то огурца. Кулаком? Да, конечно, кулаком. Хорошо, прокинай 20. Ааа, плюс 5, 11. Ну, по лицу нормально. Прокинь там на урон, шестёрочку, так, чуть-чуть. На 5 села, ну ладно. На смысле, на... А, 6 у него, да. По-моему, 4, 6, ту монаха специально, потому что он рукопашник. У нас ещё скрытые атаки у всех есть, так что забей. Вот. Ну, 6 урона получается на 20 сил. Ну, в нос где-то, да. Он падает, у него из носа хричит кровь. Ну, позорный шакаль! Последние раны. Вы проиграли! Покиньте это место! А, ты не честно! Мы защитили этот рынок, когда бездействовали местные силы! Мы имеем право на ремонт! Ну, вы защитили этот рынок! От кого? Пизды, а что, ты проебал уже! Подожди, подожди, ну-ка скажи! Пизды, шмотки, вали отсюда, нахуй! От кого вы этот рынок защитили? От кочевников! Они постоянно то грабили, то убивали местных! Мы защитили местных торговцев! Мы имеем право! То есть вы стражались с... Кто там, блин? С фактически большинством нынешнего совета города руководства? Это не кочевники! Это уважаемые люди! Вы контра! Контра, бля! Они убрали, они калечили местных! Максим чекист местный, я как вижу! Надо его связать, получается, и... Я думаю, и сдать местным властям. Новую власть. Ну, правильно, давай, делаем. Я согласен, справедливость должна быть превыше всего. Бля. Да. Достаю веревку, получается. Псы. У меня так... Тут я такой выхожу. Это я, я готов вам помочь ценой жизни моих соплеменников. Стоп, он коллега этого контры, получается, защитника, да? Добивай, пацаны, этого петуха! Хорошо. Только мы никого не убивали. Никого не убивали, так отстать от меня что-то. Идите дальше. Куда вы шли-то, я не понимаю. я тут теперь руководитель все мои подчиненные все выйти по бандиты все дитя не убьете расскажу что вы как бы беспределить если вы меня убьете то я расскажу что да хорошо аргумент как говорится получается что мой посыльный расскажу я тем более заранее отослал посыльного вот именно хватай короче хватай его давай заламывай хотя какая у меня ну а ну если у меня будет хватать вы потом пожалеете да я хватаю пролетает пара резко ему в задницу он такой говорит мне нужна срочная помощь начали я просто подхожу к нему использую заклинание сейчас скажу я посмотрю лечение лучше мгновенную смерть на нежити типа это действует кстати наоборот наверно же не нужно жить но я что не знаю что они ну да ну ладно короче он такой ван спасибо 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 чуша упырил может кровь пить вот кто там лежит но кстати дам ты может вот он пьет их кровь бля пацаны пиздите эту хуйню что-то она там пьет кровь пьет кровь мою помоги ты пинай в мак пинай нахуй ну я пинаю да сука тоже пинаю ногами ну извините конечно начинаете пинать ногами его дэм а и он типа падает тогда это он подходит да он подходит калифу соответственно и позадает вопрос ну так во сколько мне быть 19 00 на арене сказали 19 00 на арене сегодня не какая наша команда стоп а есть доказательства то что мы поможем вашем задержании стоят там никто прямо сюда 500 золотых и мы уплываем уважаем никаких переговоров на хустерристами я атакую его алиф уходит медленно короче алиф медленно съебывает я не знаю омега видимо остается но блять алиф медленно съебывает не хочет принимать в этом участие слушай я могу покинуть тот мув который делал прошлый раз на мосту схватить его между ног попробуй на ловкость вперед двадцатка хватило так быстро что даже не успел взяться и при этом сразу резко сдавил это то что у меня аж выдохнула не смог дышать отпусти меня отпусти его от громила живо отпустить отпусти заложников сука я отпущу его блять и дам вам уйти пидарасы ебучий мак давай свой коронный пенисный удар это делал сам вначале осмотрит условия на вас рассеянности говорит 200 золотых ты нихуя не получишь знаешь ты получишь отпустив заложников сука ты получишь возможность уйти отсюда паркин на харизму хуизму по моему очень убедительно я бы дал даже с это с преимуществом повтори пожалуйста что что вы говорили на харизму примут на запугивание или на день запугивание с преимуществом ну видимо да ему что да у тебя же преимущество в руках час по 17 плюс я скажу сколько у меня там плюс нормальный есть чай посмотрю плюс 7 20 он у нас не скорбь не спорта сакрам пара сейчас как это так вообще 24 получается не слышно да да ну они смотрят на друга и говорят ладно сука но это еще не конец мы с вами еще встретимся а теперь мы идем на лодке они быстро отходят и начинают грузиться на лодке я не буду показывать этот процесс короче представьте что они все пересели на лодке не мешает короче я тут тоже заспавнился я прям суд туда сразу в дом иду блять вот прям в центре видите со скрипкой туда к нему проникаю а как так на эпоху и как бы на все так да сквозь щели как народ просто кричит неожиданно элементарь а здорово уважаемые в общем-то полурослики у меня для вас приятная новость вам выделили целое место в совете нашего основного города после вот той революции удачные может быть кто-то из вас захочет поучаствовать в этом деле нужен самый благородный смелый классный замечательный справедливый самое главное кто будет ваши интересы представлять совете и смешно тысячу кулаком в колено говорит где наш родственник за которым мы вас послали мы до него не дошли у нас были важные дела вы и сами знаете где он вот смотри у нас была договоренность пока не сейчас же мы не намерены говорить с вами пока вы этого не сделаете ну ладно у вас блять не будет представительства в совете нам плевать ванга да они отказываются хорошо ваши интересы не будут представлены в совете на еще одно получается торговцы возьмем нациста который ненавидят карликов хочет пусть он будет соответственно о чем вы говорите стойте о стойте уважаемые произошла революция сменилась власть теперь совет набираются в общем то ну нам нужны представители совете от разных фракций в том числе от вашей если вы хотите поучаствовать в этом нужны нужны в том числе на шадова типа упырь уже он нападает на него а по кого-то там это вот вот этого мелкого с скрипкой он на него нападает того чтобы укусить его ты должен был перевоплотиться в более уже а ну я типа как перевоплотился а мы ты не слышали что ты хорошо покажи момент как ты перевоплотился в велическую форму ну кинуть надо да да ну и не почему просто перевоплотить просто типа покажи себя со спами себя так детей хочется ну слушай у меня нет картинки да ладно блажь ладно чаще подожди да я это сделаю подожди чуть-чуть но какая разница где можно маркером и так ты появился тут а она сейчас против быстренько на внимательность преимуществом потому что внутри нее появился через рот через нос через заднее отверстие через что через но как разница по сути большая 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 через урок через но заметнее через тогда она как будто родила возьмем так типа и живота вышел такой ты обожди как ты внутрь проник а через ну это по-моему девочка да женщина да ну тогда через чрево окей окей 20 на ловкость стала тужиться короче и подожди 20 на ловкость и ну сколько 20 20 на ловкость а так шестерка шестерка выпало ну ладно давай шестерку короче ты застрял где-то в области матки ну я стал увеличиваться там хорошо прокиньте 20 на телосложение чтобы не получить урон от сжатия тазовых костей да ну я могу превратиться в мышь просто ну превращайся в мышь только тогда ты не расширяешься получается ну ладно я тогда я буду жрать изнутри тогда бросать не надо хорошо ты становишься мышь я неожиданно музыка прекращает я кидаю скрепку вниз и резко хватается за проверенность а больно больно я короче тут начинаю жрать прямо из метрии как столпа полурослых и все начинают орать ширины тими где кто-нибудь возить помогите кто-нибудь а резко выдвигает один из полурослых по виду местные лески делай из грани и нежики я не жрел я не без жабы я не жрел у тебя нет что ли а ну все это как говорится так что случилось объясни мне какая боль какая боль что случилось объясни мне очень очень больно очень больно тут она начинает указывать как будто что-то пожирает меня изнутри урезка достаёт кинжала начиная и наложив какой-то легкий взгляд начинает резать соответственно а нужную область вы изначально крупный кусок он не увидит и я короче как только он отрезал кусок я такой выхожу говорю здравствуйте я инакентий сургучов я ее сын просто все резко смотрят на тебя в непонимании но долг кроме доктора доктор продолжает за сессию пытаться и растение астезирующие заклинания и сшивать участки кожи кто-то такое что тебе нужно когда одна из них направляет свою сторону кинжал они просто родился да ничего родился как за мразь этого хера и вы пришли что это за хуйня мы не знаем это блять жаба это злодей блять вампир охотимся мы на него убейте эту хуйню все вместе быстрее кричит один из них самый близкий кинжал и атакует тебя меня нет не тебя не тебя жаба это скромару а я короче пары обратно я говорю ну я родился типа у меня такая речь родился вы меня не приняли в мир жесток и я назад и пары и обратно блять в раму и там живу теперь не подождите снова подошли туда проникнуть если что я уже зашили проблемный участок зашили пизду да нет попал и повышал повышал матку в области матки чтобы чтобы не рожала блять ну потому что проникнуть снова не знаю заманчиво ну ладно в конце концов в виде пара то меня я короче назад проник и так вы видите перед собой мужчину а каждый как будто бы он метис что он скрещен соответственно с кем-то из местных и с кем-то ближе из центра он стоит и обтесывает куском кожи свой тесак пытаясь сделать его чуть более приглядным заходите его акцент кажется слегка шуточным как будто он намеренно и возобожает чтобы соответствовать образу садитесь кто может кто не может не садитесь окей не сажусь и говорю уважаемый у нас тут короче организовывается совет в общем-то да и нам нужно у вас есть шанс на вас вижу вы здесь такой благородный совет я тут и так король хочу делать что надо хочу делать что надо мне никто не мешает никакая власть не будет мешать ибо нам не мешает ты на улице упредал давно так ребят что-то мне не нравится этот мужчина соглашаюсь с алифом чё-то болеть вниз слишком сильно похож на рабочего да действительно уважаемый еще что-то вы тут это странно себя ведете вы уверены что вам никто не помешает весь реальный король ищих на той ты король нищих я был тут при шахах первых я был тут при шахах тарик я был тут когда пришла империя я был тут когда они объединились с империей я вот тут и когда все важно кто захватит удаст ну чё ребят делаем я считаю нужно поступить по справедливости если это человек нарушает закон вы должны его связать и получается оттащить и судить справедливо благородно согласен действуем пацаны действуем действуем хватает тыка тыка отпустите ибо отпустите это буду я в любом вашем совете денег вам заплачу только уйдите уйдите пожалуйста в каком совете ты поступаешь не по справедливости тебя нужно судить сука отпустите ну не судили же но откуплюсь же как и от всей прошлой власти не-не-не-не-не откупиться нельзя откупишься пидорасина блять ну идите ну пожалуйста что вам нужно я все могу достать в этом городе что хотите что хотите что мне нужно бью его короче в полицу колоком хорошо да мне там не суть потому что он в любом случае падает в оружие падает из рук он перестает как-либо сопротивляться ну отпустите ну пожалуйста что же такое на спину и связываю я же это я же вам ну я что-то хотя бы относительно порядка не будь в рот я хочу пинок ногой еще чтобы молчал руки ноги все золотые все хорошо и беру его на спину как это на столе и так прям перед ним находится маленький листок записями тут обсуждается какая-то сделка которая должна произойти через неделю на входе на на рядом с пещерами рядом с завальными пещерами то что на листах лево изображена эротическая карикатура с гиперболизированной женщины с огромными грудью понятно возьму письмо это что жулиться бока хульник ты что не уважаешь аля хасала купи это скотина еще и богов не уважает разворотник анонист и ебаный белый в ебу ему в глаз короче то есть а а а это тоже как 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 видишь только и и еще мы еще найдем мы отнесли этого ублюдка в тюрягу там к нашим солдатам а слушай это все же было статуя статуэтка чтобы ну этот ну в этом как бы сказать жизнь малиной не казалось для этого ублюдка я засунул и короче в него эту статуэтку в жопу ну конечно ладно я не я не не одобряю это ну ладно он плакет ладно хорошо вы вышли из квартала нищик с не самой хорошей репутацией вам там наверно сейчас не очень рада итого на стороне империи осталось буквально буквально 1 2 3 рыцаря и 1 капитан ну капитану пизда ну будем добивать капитана красиво у тебя у тебя есть такая возможность прям щас красиво я пытаюсь надеюсь побью ну окей я не он по моему ходит сначала типа у него 20 да кстати хорошо он из последних сил решает атаковать тебя напоследок пробивает оба раза носит тебе 13 урона окей теперь я его такой ну чё мы даже не почувствовали этот бой да и пацаны на 13 не пробил я ни 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 одного да красиво добил проверяй окей доп действиями я могу его повалить на спину стойте то есть ты мульти атаками не смог его повалить убить то да то есть двойным ударом ну да я его не смог не пробил ни разу окей не повезло вообще бывает не плюс 8 окей давай 20 кстати бля я могу реакции ему дать реально проблес гениальности м м м м у тебя 15 плюс 5 20 на силу на то чтобы его повалить хорошо ты его повалил я беру его мальцами и впиваюсь ему в глазницы хорошо ты можешь сейчас порвать голову если бракиды на силу я так и хочу сделать бракиды на силу еще раз с преимуществом у меня преимущество на силу 10 плюс 4 15 и 17 этого достаточно чтобы ты разорвал его голову полом разорвал голову полом битва выиграно останутся три солдата понимают что они в меньшинстве пытаются отходить но коллективно их начинают забивать и они умерт все ура конец соответственно ты должен зачать мне ребенка по этой воде окей не вопрос блять потом просто элементы что мастер ну соответственно кидаю на телосложение его ловкость и харизму это уже 2 детей кидаю на телосложение блять выпало 6 плюс 5 получается 11 пойдет да неплохо давай на ловкость на ловкость теперь ловкость 6 ладно 6 плюс 5 я себе делаю эту проблеск гениальности проверку так неплохо продолжай продолжай ну и харизма уииии ну давай бляääать троечка у тебя есть последний токен это что сильно повлияет на будущий сюжет поэтому ладно токен использую давай харизму бах да еще едемечка выпуyez и давай еще плюс 5 блять 18 на харизму прямо муууууууа муауа это кстати предпоследний вроде бы проблес لي с 원�ёeks veio вообще красавчик ебузь на ебузь так себе это посерединке но зато как харизматично вот она красавчик зато красиво блять красиво не ло неловко физически такси но красиво и неплохо не боюсь если тебя это заботит ребенок получит наилучшие возможно образование и отправляюсь на запад в эльфийские леса если будешь как и там заходи может посмотришь на своего ребенка ладно уходи мне еще надо понижиться тут немного хорошо удачи а а на вкусе что он слом нет будет разрыв вагины я чувствую блин сюрприз сюрприз мазафака 17 плюс 5 он полностью особо же туда огненного урона нихуя все но я кстати как танк я могу его взять но но не я омега омеги урона от огненного бои нет ему вообще-то не плохую из чего ему похуй то Ну, я что-то не знаю, понимаешь Стоп, 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 стоп Омега тоже функцию танка выполняет Я не слышал Омега выполняет функцию танка Блядь, так я тоже отчасти ее выполняю Я уверен, что Омега с нами чаще будет А что ты сделал конкретно вот в данном случае? Что, Павел, ты, пожалуйста В данной ситуации что конкретно ты сделал, чтобы получить эту штучку? Что я сделал, я спросил его А в итоге кто победил? Кто победил? Победил маг Маг решает, кому достанется деталь Пока Омега сложался с, типа, закопан в песке чуваком Паладин сложался с их офицерами Да, кстати Блин, я просто не очень разделяю идею раздавать новичкам Такие артефакты Ну, а что это ему даст? Допустим, ладно, у него будет защита от огнем Кстати, и даже если его уйдюбнут Но, типа, как бы тебе сказать Ты его сможешь пересобрать И он решит Да, и он решит, допустим, что-то назияет нам Кто из нас бьет огнем, чтобы это как-то ему помогло Ой, ну что же давать новичкам артефакты Это такое Ну, блин, ладно Если, Мак, ты хочешь отдать ему этот артефакт? Короче, твое решение, Мак, твое решение Не одежда, не одежда, не одежда, не одежда Я считаю, все равно нужно так жить Выкиньте оружие, выкиньте броню Бля, Мак, реши кому Омеги или, соответственно, ты решаешь, потому что ты решил данную проблему Ну так-то паладину, наверное, надо Хорошо, если ты решаешь, то хорошо Омега реально бессмертная Допустим Итак Вот вы остаетесь В этом городе еще на неделю Вы видите, как постепенно меняются улицы Как бывшие кочевники меняют форму на профессиональных местных охранников Как постепенно сходит на них преступность даже в бедном квартале С которого люди массово начали переезжать в ближайшую деревню над добычей соли Вы видите, как рабочие начинают перестраивать город Да, в нем нету изящества, нету приятного мрамора Но есть грубый, расчетливый и долговечный песчаник Который навечно, наверное, станет образом этого города Даже новый дворец на месте разрушенного Создали именно из песчанника Точнее, начали создавать примасы Создали уже гораздо позже Его брутарийский, великий, громадный шпиль Все есть его вид Был виден далеко-далеко С самых краев пустыни Это символизировало его центр Гонца, что послали капитана Далось перехватить Будто капитаном, в принципе, никак не вошел в историю Осталось лишь маленькой Почти безумышленной попыткой Переводить уже безначатая Так как местные гарнизоны были полностью подчинены новой власти Наместник был мертв А новая власть, в принципе, готова была идти на контакт Воссталитет вскоре был выдан прямо из центра В обмен, разумеется, на налоговые преференции Компании, которые, наконец-то, смогли получить кусочек Так? Их заветных ресурсов Долота, серебра, магния Много-много-много Лития и прочего Все, что можно было, наконец-то, добыть В этих пустынях Перейдя на модель профессионального управления В школе И, разумеется, создав огромное количество узконаправленных Школ, с помощью которых смогли создавать уникальные Кадры Регион расцвел Стабильная законодательная база В большинстве количества свобод Ничего привлекать других людей И, несмотря на то, что компании и центр Все-таки экономически починил себе эти места Постепенно размывая местную культуру, обычаи и прочее Великая пустыня на долгое время стала оазисом Для всего мира Где процветало религиозное равенство Мирные протесты Огромное количество философских и политических образований Где деньги едись рекой Где где-то глубоко внизу Даже если может произойти что-то неправильное Даже если народ сбунтуется Один маленький древний червь Может решить все проблемы Просто позволив людям Одной ночью увидеть только хорошие сны И следующее утро проснутся Полные надежд и веры В новую великую пустыню Кочевники полностью адаптировались План с компаниями удался как никогда В том числе столичный контроль Позволил увеличить маленькие деревенькие Кочевые племена Блислазисов Теперь там располагаются приятные крупные торговые города Которые, разумеется, идут к центру К самой восточной части мыса К объединенному городу К огромной пристани К флотам, который постоянно туда пристает И встреченные проблемы с каперами Для борьбы с которыми был создан отдельный маленький флот Который это государство, разумеется, уже могло себе позволить Совет избирался стабильно Раз в 10 лет Профессиональные гильдии позволяли Местному населению не только совершенствоваться Но и привлекать в себе других специалистов Традиции демократического избрания И свободолюбия Возможно, когда-нибудь перекочуют с этой пустыни На другие королевства А когда-нибудь дойдут до центра Который, тем не менее, все-таки, наверное Все еще лидирует в вопросах прогрессивизма И прочего Культ Аляксова Купи Вскоре, к сожалению, перестал быть такой значимым Гидристы заняли, скорее, нишу ученых Которые использовали взгляд на воду На песок, на небо, на воздух, на солнце Как эзотерическое учение Старая вера Аляксова Купи Стала, скорее, развлечением для туристов В Великую пустыню проникла всеобщая вера И огромное количество мелких культов Что, естественно, для столь быстро развивающегося мира Что можно сказать о конкретных персоналиях? Каждый из культистов Просовывался где-то в своей сфере Более того, каждый из них был одним из основателей Тех самых профессиональных образований Профессиональных комитетов Которые стали главой правительства За заключением, разумеется, главноги 300 Эжара Которые с помощью сил божественных молитв, разумеется Смог установиться Многих других Не всей в этой мясорубке повезло Многие каперы, которые смогли хорошо жить По помощи сделок с местными Начали умирать на рифах Стараясь добыть как можно больше ресурсов пиратства Разумеется, то же самое относится и к другим людям Выходящим в море Шахтюра, как единственную яркую фигуру Умершего во время революции Похранили близ нового дворца В отдельном маленьком скрепе Теперь-то местная достопримечательность Бывший зэк стал национальным героем Который веками вдохновлял людей Позволял понять то, что Как можно от легкого и быстрого туда переместиться Как князину обществу Так и с этих князин воспалить наверх Стать кем-то действительно значимым Что же Такова была история Великой пустыни Самого восточного, зашоренного, консервативного уголка Этого континента Который превратился в процветающее Прогрессивное образование Независимое и процветающее Что же Что можно сказать Ты не мешай Ты сбил меня Ладно, короче говоря, заканчивая Многие пали в этих битвах безвестными Многие умыли глубоко в катакомбах Но истинное было одно Возможно, сейчас это визивление прогрессивное Но когда-нибудь временно сотрет все Появляются новые религии Новые нации Новое что-то Но то, что останется тут всегда и надолго Это огромный растущий червь Что смог воскресить свой вид И что будет под контролем Своих хозяев Долгое время Долгое время Но не всю свою жизнь Итак, конец Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!